ну и заключительное видео по этому импульсному мотору спрашивали работает ли он на винт посмотрим поставил винт такой зададим ему пару вольт как обычно и дадим вращение ему крутится вот сейчас посмотрим еще работу такого же мотора но уже без сердечника работающих только на катушку на катушку вот этими шариками заменим катушку и сердечника на простую на воздушном сердечнике то есть без ничего без феррита вот только катушка транзистор и сопротивление катушка намотана ну как прошлый раз мы рассказывали как ее сделать бифиляром но вот этой схеме по системе трос то есть победение у нас было минус на базовую здесь плюс на базу через сопротивление также два диода поставил там один диод на возврат а второй на на бкмф просто для ничего не дает просто для интереса вот теперь посмотрим что будет с этим шариком мне интересно какую скорость мы можем развить с шариком то есть берем шарику такой магнитный задаем пару вольт вот мы видим осцилляция интересно да без не без вращения без ничего у нас идет осцилляция уже то есть почему почему называется трос транзисторный осциллятор то здесь бедене здесь осцилляция уже пошла так вот в эту осцилляцию мы попробуем подкрутить шарик то есть берем такую баночку бросаем туда шарик и просто его крутнем это внутри он пошел скорость очень большая она больше не больше шарик опять задаем пару вольт осцилляция пошла берем шарик внутрь и крутнуть его можно использовать исследовать это это поле тарообразно вокруг сердечника ну сколько скорость я не знаю не буду мерить потому что нет для этого применения бестолковая игрушка вот и все но она работает вот нескольких ватт вот тут скорость выше вот обалденная частоту к частоту почти осцилляция если осцилляция это где-то 30 40 килогерц то можно почтить какая скорость мы посмотрим еще одна также можно запустить и такой магнитик от полтора вольтовой батарейки полтора вольта для этого запускаем осциллятор это магнитик два диода горят это у нас диоды один на возврат на на батарею 2 бкмф на минус два диода работает экономично мы попробуем возможно также только от геркона в данном случае мы имеем осциллятор трос трос осциллятор интересно посмотреть как это же будет работать на вот от геркона или от датчика холла датчика холла у меня нет а геркон есть еще это тарообразное магнитное поле видно отравольта напряжение более-менее стабильно ну падает конечно и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На ней же стоит у нас генераторная катушка Сейчас ее посмотрим Намотали ее сюда И подключили под этой схемой Плюс катушка, минус иркон вышла Иркон замыкается Катушка получает питание поля Пошла осцилляция Еще раз магнит Иркон И катушка Далее пару вольт И просто подносим Иркон К магниту Очень большая скорость Тоже Сразу у нас есть нагенератор На катушке напряжения 8 вольт 8 вольт При 2 вольтах питания И чуть-чуть нужно Манипулировать 5 вольт 5 ватт И скорость очень высока Еще чуть-чуть добавим Сколько оборотов Мерить нет смысла Потому что Применения для этой штучки нет Найдем применение Будем мерить обороты 5 вольт 10 Выключать просто Выключать просто Выключать просто Аплодисменты 27 вольт Аплодисменты 2 вольта питания по стоянке будем рекуперировать или нет смысла спасибо за внимание Продолжение следует...